Всем привет! С вами Коннова Анна и проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами поговорим о том, что нужно в первую очередь сделать вам после регистрации вообще в целом. Итак, все наше обучение проходит на нашем новом сайте Век Роста. Вот он наш сайт Век Роста. И, конечно же, вы после регистрации получаете вот такое вот письмо «Привет!», где вам рассказывают, что для начала вам удалось ли вам зайти в личный кабинет. И есть ссылочка. Говорится о том, что логин, пароль для входа пришли вам на телефон или почту. Далее, значит, рассказывается о том, что вас будут сопровождать до уровня директора и выше, пока вы осваиваетесь. И в письме от компании Faberlic указан вашим наставником человек, которого ваш лидер зарегистрировал перед вами. И к нему обращаться с вопросами не стоит, так как он сам еще новичок. То есть ваш наставник будет вас обучать, тот, кто вас обучал. Иногда бывают проблемы в связи с наставником, поэтому можно выйти на директора и обучаться у своего директора, что будет весьма правильным, если вдруг что-то у наставника переключилось, и он не выходит на связь. Далее, мы с вами обязательно вступаем в общепроектные группы. К примеру, нажимаем на ссылочку, проходим в группу. Я сейчас покажу пример. И нажимаем подписаться. Подписываемся, и мы с вами будем знать все новости про распродаж и так далее. Тут же выгружаются все обзоры. То есть это, в принципе, очень интересно посмотреть, что вам будет удобно, познакомиться с продуктом. То есть в какой группе вам удобнее быть? Можете находиться во всех трех, можете в какой-то одной. Далее мы находим обязательно своего наставника или директора в Телеграме. У него нужно спросить никнейм или номер Телеграм, да, как установить Телеграм. Тут вот указаны все инструкции. И обязательно, чтобы вас добавили в командные чаты, вам нужно указать в своем Телеграме, это очень важно, имя, фамилию, в скобочках свой регистрационный номер и в дальнейшем фамилию своего директора, да. Вот, поэтому у наставника обязательно спросите фамилию своего директора. Далее, значит, также нужно будет активировать свой кабинет электронным адресом. Тут вы посмотрите видео и поймете. То есть это не так важно, но если вы хотите, чтобы вам приходили оповещения от компании Фаберлик, что вам положены подарки и так далее, и так далее, то обязательно это сделайте. И седьмой пункт, вот как раз мы с вами будем регистрироваться на командном сайте именно проекта Фаберлик Онлайн. То есть в вашем распоряжении будет один сайт, это от компании, где мы регистрируем людей, и второй сайт, где будет обучение, доска почета, поздравления, и именно на нем мы и будем с вами обучаться. Обучение для новичков идет 8 заданий, да, 8 заданий, после которых вы уже будете расти, развиваться, приглашать людей, свою команду, приумножать свой товарооборот и свои выплаты. Обязательно посмотрите инструкцию, как это сделать. Далее, значит, посмотрите первое обучающее видео до конца. Итак, что мы с вами будем делать сейчас, да, то есть нажимаем на ссылочку век роста.ру, переходим по этой ссылочке и попадаем вот на такой вот сайт. Сейчас он у нас с вами прогрузится. Вот, и что нам нужно сделать? Нажимаем войти, это для тех, у кого есть уже логин и пароль. Нам нужно нажать регистрацию. Нажимаем регистрацию и выбираем свою компанию. Наша компания Faberlic. Далее вводим свою электронную почту, да, то есть вот моя электронная почта, я ее копирую без пробелов, без всего, потому что это очень важно иметь правильную регистрацию, правильную почту, иначе нам ничего на нее не придет, если она будет вдруг где-то с ошибками. Вводим, нажимаем галочку «Я согласен с условиями регистрации» и нажимаем «Зарегистрироваться». И написано нам, да, для подтверждения электронной почты на ваш адрес было отправлено письмо с ссылкой. Мы нажимаем «Закрыть» и ждем это письмо. Так, вот оно, письмо нам пришло, оно выглядит именно так, да, то есть, и чтобы продолжить регистрацию, мы с вами переходим по ссылочке. Нажимаем на ссылочку и попадаем на форму регистрации в сервисе «Век роста». Так, смотрите, значит, что мы тут делаем? Значит, наша электронная почта уже заполнена. Тут мы с вами придумываем любой пароль, да, к примеру, любой, который нам с вами будет удобно. Далее мы заполняем свою фамилию. Обязательно, да, вот таким вот образом. Далее, значит, код страны обязательно заполняем. Я проживаю в России. Далее мобильный телефон. Обязательно вписывайте свой действующий телефон. Далее, значит, компания у нас с вами выбрана. Вот, далее, значит, так, тут мы ставим, что это соответствует нашему телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Как вы видите, тоже очень удобно. И далее, страна регистрации. Конечно же, ставим Россия. Вы ставите обязательно свою страну. Регистрационный номер вы обязательно после того, как входите в свой личный кабинет, ваш регистрационный номер будет вот тут вот, да. Далее, значит, вводим свой регистрационный номер. И тут вас просят регистрационный номер наставника. То есть, вам нужно обязательно у наставника спросить его регистрационный номер. Я номер регистрационный знаю и его вписываю. Да, то есть, вот у меня это такой номер, да. То есть, меня зовут Конова Анна. Да, то есть, если вы регистрируетесь у меня, то вот как раз это и есть мой регистрационный номер. И после этого вы нажимаете, да, Конова Анна и Антон. И после этого вы нажимаете зарегистрироваться. Вас поздравляют, что вы успешно зарегистрировались в системе. Значит, нажимаете закрыть и ждете, пока ваш наставник, тут я нажала посмотреть позже, и ждете, пока ваш наставник вам подтвердит ваш профиль. После того, как ваш наставник отписался вам, что он вас подтвердил или не отписался, но вы можете перезагрузить страничку, и у вас получится, вы попали на сайт. Вот смотрите, когда не было подтверждено, тут не было спонсора. Сейчас вот спонсор в данном уголочке появился, и вы уже можете даже связаться со своим спонсором, сможете с ним пообщаться через что угодно. Да, то есть, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Ну, конечно же, если вы пришли на бизнес и пришли обучаться, то, конечно же, Телеграм, обязательно Телеграм. Вот, далее, значит, что мы делаем. Мы нажимаем кнопочку обучения, нажимаем кнопочку спонсоров, и тут у нас с вами открывается школа для новичков проекта Фаберлик Онлайн. Вот, нажимаем подключить, нажимаем «Да, хочу», и нажимаем «Закрыть». Оно у нас с вами обновляется, и заходим в обучение. И вот тут, как вы видите, есть 8 заданий именно для новичка. Вот, мы, значит, переходим к первому уроку, и в первом уроке у нас с вами нужно обязательно подтвердить, что вы не являетесь действующим консультантом Фаберлик, что ваш регистрационный номер, под которым вы зарегистрировались на проект Фаберлик Онлайн, первый, и что у вас нет близких родственников прямых, которые могут наследовать ваш первый регистрационный номер, потому что в компании Фаберлик запрещено иметь повторный регистрационный номер, за это даже дают штрафы. Вот, далее, значит, вы все прочитали, все 9 пунктов, и переходите к выполнению задания. Значит, что вам нужно? Вы отписываетесь наставнику, что я прошла первое задание, да, то есть, что вы пишете, что, допустим, это мой первый регистрационный номер родных и близких не зарегистрированных компаний. Если у вас кто-то зарегистрирован из родных и близких, то вам нужно обязательно отписаться, что, допустим, у меня зарегистрирован муж, зарегистрирован мама, брат, да, то есть, близкие прямые родственники – это муж, дочь, сын, отец, мать, родная сестра, родной брат и все, и все. Еще бабушка и дедушка, то есть, если у вас кто-то из них был зарегистрирован ранее в компании Фаберлик, то вам нужно было регистрироваться под них, и нельзя было регистрироваться на проекте Фаберлик онлайн. То есть, вы отправляете на проверку, нажимаете закрыть, и можете отписаться или в своем веточном чате, куда вас добавил ваш наставник, или своему наставнику в личку, или в общий структурный чат, что вы выполнили первое задание. После того, как вы отправили на проверку первое задание, вам приходит ответ. Сейчас, после того, как мы все отправили, если наш наставник нас подтвердил, то мы заходим в слово «подключенные» нажимаем, да, то есть, и нажимаем «обучение». То есть, вступительное задание у нас стало изучено, но у нас с вами появился второй урок. И когда мы переходим ко второму уроку, нам нужно с вами пересмотреть все обучающие видео, вступить во все группы, если мы еще не вступили в письме «Привет», да, то есть, все обязательно просмотреть, все обязательно сделать, и после этого вы переходите к выполнению домашнего задания и полностью отвечаете на все вопросы во второй раз. Получилось вступить в группы и чаты, на сколько баллов оформлен заказ, какая сумма для получения подарка и какой подарок вы получаете за свой первый заказ, какие привилегии вы получаете за большие заказы и так далее, да. То есть, и вот так, 8 заданий, максимально просто вы обучитесь, и хочу забежать немножко наперед, когда вы начнете рекрутировать, приглашать людей в свою команду, вы точно так же будете открывать и одобривать им задания. Поэтому эти задания вы обязательно пройдите очень внимательно. Ну что ж, дорогие мои, с вами была Коннова Анна, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых интересных видео. И, конечно же, вы можете этот сайт, чтобы его не потерять, добавить обязательно в закладочки. Всем пока-пока. Желаю вам поскорее открыть статус директора компании Фаберлик. Продолжение следует...